Пока российские чиновники рвут глотки о загнивающих Европе и Америке, пока зомбируют россиян, вселяя в их головы раздутый и ничем не обоснованный патриотизм, чиновничьи дети живут и учатся за границей. Так почему же детям пропагандистов так нравятся вражеские Лондон, Нью-Йорк и Париж? Или загнивание Запада распространяется не на всех? Сегодня расскажем, чьи дети продолжают жить шикарной жизнью за границей, пока остальные россияне рисуют З и В на лбах и кричат о мнимом величии России, считая копейки до зарплаты. Где живут дети российских политиков? Российские чиновники яро критикуют западный мир, запугивая россиян вымышленными страшилками. Но дети власть имущих, похоже, не согласны с собственными родителями. Посмотрите, это Елена Мизулина, член Совета Федерации. Она с пеной у рта кричит о так называемом «вредоносном Западе». Они наши семьи хотят разрушать, и своим мужикам в стрингах наших детей туда отправлять. Вот для этого... Елена Борисовна, а почему волкопают? Стоп, почему ваш сын живет в Европе, а вы тут кричите, какие они плохие? Ну-ка, расскажите нам. Какие ценности вы воспитали своего сына? Ой, как неудобно получилось. Мизулина действительно отправила сына учиться в Великобританию. Николай Мизулин изучал гуманитарные науки в Оксфордском университете. Естественно, за учебу приходилось платить. К слову, год обучения в Оксфорде стоит порядка 20 тысяч фунтов стерлингов. А теперь добавим сюда деньги на проживание, еду, медицинское обслуживание и карманные расходы. Интересно, а сколько жителей Перми могут позволить своим детям такую роскошь, как заграничное образование? Вопрос риторический. После учебы сын ярой противницы Европы почему-то не захотел возвращаться на великоскрепную родину. Да и мама особо не настаивала. Сейчас Николай Мизулин счастливо живет в Бельгии и является партнером в американской юридической фирме. Нынешний помощник Путина, бывший министр образования России Андрей Фурсенко, тоже не афиширует, что его сын Александр предпочел американское высшее образование так называемому легендарному российскому, процветанием которого в свое время занимался лично папка. После получения диплома Александр остался жить в США. На данный момент сын российского чиновника проживает в Брюсселе в счастливом браке с Николаем Мизулиным. Да-да, с тем самым, чья мать проклинает Запад, сексуальное меньшинство и тем более однополые браки. Ой, как неудобно получилось. Это Сергей Железняк, депутат Госдумы от путинской партии «Единая Россия». Хотя какая партия в России не путинская? Послушайте, что говорит. Избери действительно находится рядом с Олсбери, где было инсценировано покушение на Скрипалейх. Понятно, что британским властям необходимо на фоне тех впечатлений, которые звучат от британских, в том числе болельщиков из России, продолжить свою антироссийскую риторику. Старшая дочь депутата Железняка училась в Лондонском университете Королевы Марии. Это один из крупнейших университетов Великобритании с собственным студенческим городком в центре Лондона, с общежитиями, ресторанами и даже банками. Анастасия Железняк с 2012 по 2014 годы изучала в Британском университете международные отношения. Стоимость одного года обучения на этой программе для иностранных студентов сейчас составляет 16 тысяч фунтов стерлингов. Переводить в рубли не будем, чтобы еще больше не шокировать простых россиян. Но на этом вливание Железняка в английскую систему образования и, главное, в казну Соединенного Королевства не заканчиваются. В 2014 году Анастасия поступила в магистратуру в Кингс Колледж. Там она стала магистром по специальности анализа рисков в сфере географии. Стоимость обучения на этой программе для иностранных студентов составляет 9 тысяч фунтов стерлингов. Сами посмотрите по курсу, сколько это в рубля. После учебы Настя работала помощником продюсера во вражеской телекомпании BBC News. А в итоге вышла замуж за шотландца. Так, стоп! У нее муж шотландец! Он носит юбки! Надо это срочно обсудить с Мизулиной в программе Скобеевой. А вот что говорит про европейцев главный род Путина. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков. Фактически, европейские читатели, европейские телезрители сейчас не в состоянии получить всю полноту информации. Они лишены права на свободный выбор информации. Дочь так называемого дипломата готовится так же, как ее отец, пристроится к путинской кормушке и уже учится в МГИМО, Московском государственном институте международных отношений. Лиза Пескова утверждает, якобы российские студенты более образованные, смышленые и серьезные. В России образование именно в магистратуре и в универе намного сильнее. Видимо, поэтому, чтобы подготовиться к российскому вузу, Лиза Пескова с 12 до 18 лет училась во Франции в одной из самых дорогих школ, где год обучения стоит минимум 30 тысяч евро. То есть, пока российские дети давились просроченными пирожками в полуразваливающихся школах РФ, дочь Пескова получала знания в загнивающей Европе и ела устрицы на переменах. Только на образование дочери во Франции Песков потратил минимум 200 тысяч евро, честно украденных у россиян. Гляните, сколько это в деревянных. Нам самим уже интересно. Но перед тем, как осознать, насколько крутое образование в России, нужно еще три года отучиться в парижской бизнес-школе, где обучение стоит просто бешеных денег. Живя в ненавистной Франции, не планируя возвращаться к папочке, Пескова заявила. «Мне не нравится в России, что здесь прекрасно жить, только когда живешь в обеспеченной семье. Европа больше приспособлена для жизни простых людей. Мне близка ментальность европейской молодежи и ее отношение к жизни. В Европе я чувствую себя комфортнее. Однако это не означает, что я не люблю Россию». Также она неоднократно писала в соцсетях информацию, которая вызывала резонанс. Но у российских холопов могла вызывать даже чувство гордости. «Я, Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства. Это первый текст, который пишу сама. Все остальные заказные. Пишет целая команда холопов, которыми я плачу вашими деньгами ради пиара. Рацион моего питания состоит из лобстеров, посыпанных макадамией и шафраном, заваленных икрой белуги альбиноса и дивонских крабов. Короче говоря, из всего, что вам не по карману, так как ваш рабский карман, мой карман, расшиты бриллиантами 60 карат». Многие россияне даже порадовались этому посту и подумали, мол, это шутка такая. Но на самом деле все не так. Позже дочь пресс-секретаря Путина попыталась исправить ситуацию и выложила фото своего холодильника, чтобы показать якобы, она такая же простая россиянка, как и все. Все как у всех. Яйца, помидоры, 10 бутылок шампанского Дон Периньон стоимостью по 500 долларов каждая. А что, разве они у всех так? Не может быть! Вероятно, пост про папу вора и устрицы – следствие взлома аккаунта Лизы Песковой. Что на самом деле ничуть не меняет ситуацию. Все просто. Российские чиновники – ханжи, воры и лжецы. Но это, конечно, тоже не новость. И вдруг риторика дочери Пескова резко поменялась. Она начала активно нахваливать российское образование, россиян и все-все-все, что связано с Россией. А еще доказывать то, во что сама не верит. Якобы образование в Париже просто ужасное. То есть ее собственное образование. А европейцы вообще отвратительные. Отсюда вывод. Кто-то готовится так же красть деньги, как и папка. И жрать из путинского корыта всю жизнь. А россияне что? Пусть терпят! Патчерица главы МИДа России Лаврова Полина Ковалева владеет квартирой в Лондоне, купленной за 4,5 миллиона фунтов. Это очень много в рублях. А муж его дочери Екатерины, Александр Винокуров, имеет израильское гражданство. Его отец владеет квартирой в Женеве. Сын единоросса Владислава Резника, который требовал засекретить данные подсанкционных российских чиновников, Александр, учился в Нью-Йорке и жил в Лондоне. В качестве отдыха он предпочитает Дубай, Грецию, Нидерланды и другие страны загнивающего Запада. Список можно продолжать долго, но каждый из этих случаев перекликается с предыдущим. Отец или мать, известные российские чиновники или политики, их дети, поголовно получают западное образование, владеют недвижимостью за границей, пускают корни в ненавистную их родителям прогнившую западную землю. Депутаты Рефи и во что бы то ни стало стремятся обеспечить своим детям комфортные условия жизни за границей, при этом впихивая в головы россиянам идею величия их агрессивной страны-неудачницы. В этом вопросе российские либерал-демократы, коммунисты, патриоты-единороссы проявляют невиданное единство. Во как! И все было бы прекрасно, как вдруг всем деткам российских чиновников резко захотелось домой, на Россиюшку, и даже оставить свою обжитую дороговалютную недвижимость за границей. А что случилось? Ах да! Санкции же не работают, просто потянуло домой. Скоро узнаем, как дети российских властимущих яростно хейтят Европу и Штаты, где все они провели свое счастливое российское, ой, простите, западное детство.